В эти дни пчеловоды из 25 районов края представляют новый урожай меда на ярмарке в Барнауле. Алтайский мед – мировой бренд, отношение к которому неоднозначное. Громадное количество фальсификата, некачественной продукции в магазинах, на рынках, в интернете и даже на Авито якобы продают алтайский мед, и все это делает свое черное дело. Как обстоит ситуация на рынке и каким будет этот сезон? Говорим с председателем Союза пчеловодов и переработчиков Алтайского края Сергеем Тастаном. Сергей Дмитриевич, рада приветствовать. Добрый день. Ну, начнем с урожая, действительно. Каким он будет в этом году? Что ждете? И отличается ли как-то ситуация от прошлого года? Ну, у нас всегда год от года мы берем мед от 5 тысяч тонн до 7 тысяч тонн. Но все зависит от природно-климатических условий. Мы сейчас уже отработали, в принципе, все мировые технологии и уже даже и не боимся природно-климатических условий, те пчеловоды, которые применяют и промышленные технологии на мировом уровне. Поэтому для нас это не страшно. Для нас страшнее как раз то, что вы сказали, это фальсификаты и контрафакты. Мы поговорим еще об этом, но для начала расскажите, какой будет цена в этом году? Будет ли она отличаться? Да, есть виды медов, которые... У нас, как вы знаете, 7 природно-климатических зон в Алтайском крае. У нас золотая, так называемая, Подкова, Салаир, Предгорье все, Дозаминогорска, Третьяковского района. Поэтому в тех южных районах взяли виды медов практически все. А вот Салаира взял не то количество и не тот ассортимент медового состава, не тот объем даже. То есть у них, получается, будет низкий урожай? Да, относительно тех годов. Как это скажется на цене в целом? Немного будет подорожания. Но это еще скажется на основании того, что мы боремся с фальсификатом, мы убираем, и наш мед все-таки начинает приподнимать планку. Он интересен всем, и уже появляется наш мед не в сетях, к сожалению, а он появляется на ярмарках. Наши пчеловоды начинают выезжать в другие регионы и уже напрямую торгуют потребителем. Поэтому цена от пчеловода начинает немножко быть рентабельна для пчеловода. Это главное, чтобы дальше развиваться. Сергей Дмитриевич, ну вот пчеловоды шутят, шутка такая грустная немножко. Говорят, в одних сростках меда больше, чем по всей, все производят. Вот скажите, пожалуйста, вообще реально ли в сети купить, в крупной сети от производителя, купить мед без фальсификата с названием «Алтайский»? На сегодняшний день 90% то, что торгуется в сетях, в том числе и не только в Алтайском крае, и даже, к сожалению, есть и на ярмарках торгуют, вот такие лжеярмарки, так называемые, вообще не алтайский мед, и даже иногда и не мед даже бывает. То есть там патока и прочие продукты, которые купажируют с медом. А как определить, что делать покупателю, на что обращать внимание? Написано «Алтайский», написано «Составший»? В первую очередь на документы. Когда у пчеловода надо спрашивать, если это на ярмарке, покажи документы на мед. То есть сегодня и программа «Меркурий» заработала, поэтому пчеловод должен пройти первичную проверку ветеринарной службы, быть зарегистрированным. И вот если пчеловод имеет, еще по видовому составу, он подходит покупателю, там какого только меда нету, которого даже в природе не бывает, а им торгует, да, каким-то кедровым медом и прочими там вымышлями, мы называем это фантазийные какие-то а-ля виды медов, поэтому прежде всего надо смотреть документы. Если торгует тем видом, он написан, там, дягилевый, так будь добр, покажи протокол испытания, прошедшим, опять же, по пыльцевым зернам в лаборатории, что там присутствует большинство пыльцевых зерен растения дягель. Вы много работаете с Китаем, недавно, я знаю, оттуда вернулись. И расскажите, пожалуйста, вот там, по ту сторону, как к нам относятся, к нашему бренду алтайскому? Нас все-таки уважают или боятся уже теперь из-за того, что много фальсификатов? Нет, ну, во-первых, нас они знают уже, знают хорошо Алтайский край, и вот через нашу организацию мы там регулярно бываем на всех международных мероприятиях и привозили наши виды медов, и когда они, проверив там международные сомелье, такие, ну, скажем, профессионалы, я себя еще не считаю тем профессионалом, которым уже возраст у них такой, итальянцы, французы. Французы, да, да, то есть они, а какое лабораторное оборудование? То есть они проверили наши два вида, которые я привозил, и сразу сказали, мы вас, россиян, и алтайцев в той части Алтайского края не понимаем, почему вы полноценно не защитите свои меда? То есть, например, мед Манука, средняя цена 15 тысяч рублей за килограмм, новозеландский мед. А что значит полноценно? У нас вроде есть алтайский бренд, неужели это не полноценно? Ну, он защищен на основе химического состава, не по пыльцевым зеренам, в нем нету тех исключительных свойств, не защищены исключительные свойства. То есть, в принципе, невозможно определить вообще это алтайский или не алтайский. А уже если говорить о тех, скажем, исключительных, тех аминокислот, тех ферментов, там каких-то, вот, есть у нас уже наработано все, мы уже проверили, и не будет уже, это коммерческая тайна, сильно большая конкуренция у нас здесь, даже на территории края. Поэтому мы готовы к этому, если, скажем, наша исполнительная власть все-таки примет правильное решение, и мы защитим наш алтайский мед полноценно на региональном, на федеральном уровне, на международном уровне, тогда наш знаменитый алтайский мед своим качеством, ассортиментом, видовым составом, мы будем конкурентоспособны, скажем, с медами всего мира. Для этого нужен какой-то региональный закон? Нет, все есть на самом деле. Надо просто принять правильное решение органам исполнительной власти, которые якобы курируют нашу отрасль. Вот и всего лишь. Но я бы хотел сказать, это даже не только пчеловодство нужно. Нам необходимо в алтайском крае всего одно НМПТ. Нет ни на молоко, нет ни на мясо, ни на травы, ни панты. Там любые продукты мы возьмем, питание или услуги. Ленивый только вне предела алтайского края не пишет слово алтайский. Мука там или какие-то другие. Вот тогда мы привлечем инвестиции. Тогда будет выгодно нам заниматься сельским хозяйством, выгодно переработать. Когда мы будем защищены от А до Я. Хотелось еще вот такой вопрос вам задать. В прошлом году или даже в мае этого года в Змеиногорске разводили каких-то особых пчел, чистопородных пчел. Вот уже есть результаты? Ну, это работа пяти лет, можно сказать, да. Когда мы, Жабин Андрей, наш пчеловод с высшим образованием, он, ну, как бы профессионально занимается поведением среднерусской пчелы, так знаменитой, да. Апис мелифера мелифера, да. В мире она называется темная лесная пчела. И вот как раз у нас за Каргоном в Чережском районе и в Косноярске у староверов, и там, и там, 1200 километров по индисею, нашли ту пчелу с помощью ученых Томского государственного университета, там, кафедры беспозвоночных, с помощью института генетики. И мы конкретно доказали и вывели, отселекционировали, что это практически на нашем евразийском континенте самая чистая, аборигенная темная лесная пчела. Ну, у нас она называется среднерусская. Теперь этому предприятию официально присвоен статус племь-репродуктора федерального значения. Идет дальнейшее развитие. Мы также готовим еще по трем, три репродуктора по двум видам пород у нас будет в Алтайском крае. То есть мы не просто говорим о меде, что им нужно торговать. Мы говорим об этом, что нужна нам полноценная племенная деятельность, развитие. Мы говорим о том, что мы уже, в принципе, развили на территории Алтайского края производство пчел-интаря на мировом уровне. И уже экспортируют наше предприятие в городе Бийске. Мы сейчас уже несколько предприятий у нас, в принципе, мы перешли уровень СССР. Когда у нас были пчелосовхозы, их было очень мало, около пяти, и там было две тысячи пчелосемей. Мы уже развили наше предприятие, частное предприятие, которое уже свыше тысячи, уже даже вот осенью будет один за две тысячи пчелосемей. Спасибо, Сергей Дмитриевич, огромное. Хочется пожелать, чтобы под брендом Алтайское были не только правильные пчелы, но и правильный мед. Спасибо большое. Это была программа «Наше время». Мы сегодня беседовали с председателем Союза пчеловодов и переработчиков Алтайского края Сергеем Достановым. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова